Денис Базанков Вы смотрите Накипело на ТНТ Онега. Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция КПРФ, Борис Сергеевич Кашин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, полным ходом у нас идет предвыборная кампания. Совсем немного и состоятся выборы. 18 сентября, я напоминаю нашим телезрителям. Но уже появляются некоторые интересные вещи, связанные с нарушениями хода предвыборной агитации, в том числе использования так называемых грязных технологий. Ваше отношение ко всему этому и можно ли избежать таких ситуаций? Ну прежде всего хочу сказать, что действительно от региона к региону ситуация различна. На федеральном уровне избрана властью тактика, так скажем, замалчивания реальных проблем и тактика не приглашения людей на выборы. То есть рассчитывают, что люди не придут. Чтобы низкая явка была. И соответственно, те, кого власть туда уговорит пойти, обеспечат нужный результат. Надо понимать, что выборы это возможность кардинально изменить ситуацию в стране и пренебрегать этой возможностью просто нельзя. Вот смотрите, даже Ливанова сняли с должности долгожданное решение для всех педагогов и ученых именно благодаря тому, что на выборах это помешало партии власти. К сожалению, в Карелии есть все основания предполагать, что предвыборная кампания будет завершена в самом таким грязным образом. Почему? Что для меня является неожиданным. То, с чем столкнулся КПРФ, по-иному оценить невозможно. Сейчас Республиканский комитет принял специальное заявление в связи с давлением на КПРФ со стороны исполнительной власти. И примеры, они, так скажем, говорят сами за себя. Прежде всего, мы столкнулись с тем, что оказывается давление на руководителей рекламных агентств. И нам, мы лишены возможности свои агитационные материалы разместить. Несмотря на то, что мы их своевременно изготовили, своевременно оплатили и в соответствии с законом разместили. То есть, вы имеете в виду уличные баннеры в Петрозаврске, которые были съемки? 42 баннера сорвано. Мы 17 августа обратились с жалобой в ЦИК и прокуратуру. Они якобы отреагировали. Действительно, в ЦИК пишет, что надо срочно восстановить. Послал, соответственно, письмо в МВД. А МВД, я, честно, как иначе, как Ваньку валяют, другого оценки, вот их действиям, я дать не могу. Я с одним из руководителей МВД беседовал. И он меня проинформировал, что будет отказной материал, потому что договора на аренду баннеров истек, значит, давным-давно. Это настолько абсурдно, когда договор у нас до 16 сентября, и никто его не запрашивал, и никто вообще не опросил представителей КПРФ. То есть, просто тянут таким бессовестным образом время. К сожалению, это не единственное, так скажем, проявление работы МВД. Поймали, так же, как и с баннером, мы же поймали с поличным, как говорится, тех, кто это делал. Сдали в милицию. Вывешено видео этого задержания. И никакой реакции. Ну, понятно, результат. Газеты из ящиков вытаскивают. Также оперативная группа КПРФ поймала этих вандалов, которые разрушают ящики по Петрозаводску, вытаскивают газеты. Никакой реакции. Сдали в милицию, ответа никакого нет. В данном случае крайне будет милиция. И мы сделаем все, чтобы дали оценку на федеральном уровне действий карельской милиции. Мы считаем, что это категорически неприемлемо. И разрушают какую-то обстановку хоть какого-то, так скажем, гражданского мира в республике. И прямо бьет по интересам избирателей. Конечно, и по нашим интересам партии. Но прежде всего избиратели будут лишены возможности защитить свои права в законодательном собрании республики. Поэтому мы сделаем все, чтобы выборы прошли честно. Мы постараемся обеспечить контроль на каждом участке. И постараемся, чтобы была дана правовая оценка действиям чиновников Карелии. Ну что ж, будем надеяться на позитивный результат для вас. На этом время наше истекло. Напоминаю, вы смотрели программу «Накипело» на ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. В нашей студии был депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция КПРФ Борис Сергеевич Кашин. Увидимся в нашем эфире. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok